Мордовское подразделение Центробанка страны подверглось пикетированию. Акция была санкционированной, но при этом не слишком массовой. Одиночный пикет с плакатом в руках охраняли два полицейских. Вместо согревающих прогулок им пришлось стоять на месте мерзнуть. Впрочем, спустя час после начала акции выяснилось, что человеческое человеку пикету не чуждо. Юлия Парунова, Александр Гурьянов о влиянии антициклона на гражданские инициативы. Протестующий против Центробанка, человек и гражданин Павел Елаев занял выгодную позицию между региональным Минфином и подразделением Национального банка. А еще вдоль самой оживленной в городе улицы водители с шести полос едва успевали следить за дорогой и читать требования на плакате. Была холодная война после Великой Отечественной. Мы знаем, где наши деды выиграли. А в результате холодной войны мы проиграли. И в результате, как и любого проигрыша, победитель приехал и написал нам, скажем так, грубо, законы. В частности, у нас большие вопросы к статьям Конституции 15, 13 и 75. Другого способа намекнуть Центробанку изменить политику в отношении ключевой ставки у активистов НОД пока нет. А ведь они до сих пор обижены на Центробанк за 28 октября прошлого года. Тогда регулятор принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10% годовых. Центробанк устами своих финансистов подчеркивал, ставка будет работать на снижение инфляции. Подумать над снижением ставки обещали в начале 2017-го. 3 февраля Центробанк намерен объявить результаты своих раздумий. Чтобы успеть победить финансовую несправедливость, истинному патриоту пришлось провести на улице несколько часов. Я живу в государстве, знаете, для меня вообще большим секретом было до где-то 2013-го года. Почему у нас такая великая держава, такая крупная страна, сильная, с такой сильной историей, а живем достаточно плохо. В 2013-м году я наткнулся в интернете на Федора Евгения Алексеевича. Это депутат Государственной Думы от «Единой России». Человек, который, как оказалось, с 90-х годов с развала СССР защищает интересы отечества. Но таких, как он, то чтобы нету. Наверное, даже и нету. Снижение ключевой ставки сделает доступными кредиты, уверен Павел. Будут строиться заводы, колоситься поля, поплывут пароходы. И все россияне будут богатыми и счастливыми. Одиночный пикет зимой больше не придется проводить. И это будет одним из самых приятных результатов. Юлия Парунова, Александр Гурьянов. Наши новости.